МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуск информационной программы «Если Ахпарат» с новостями к этому часу Богдан Петров. В Казахстане будет усилена защита прав потребителей, пользующихся финансовыми услугами. В особенности ужесточаются требования к коллекторским организациям. Отныне процесс взыскания денег с должников станет абсолютно прозрачным. Деятельность коллекторов очень часто переходит в законодательные границы. Иногда они даже представляют опасность для тех, кто не возвращает деньги финансовым учреждениям. Мажелисом во втором чтении принят законопроект, защищающий права таких потребителей. Его цель – предотвращение недобросовестного взыскания средств с должников. Так, в стране в прошлом году участились случаи совместной преступной работы коллекторов и частных судебных исполнителей. Деятельность последних признали незаконной. 17 их коллег были уволены, 40 – арестованы. По этим фактам проверена работа 172 коллекторских организаций. В многопрофильной областной больнице прошла пресс-конференция. Руководство Управления здравоохранения региона и главврачи городских и районных лечебниц обсудили вопросы, которые в последнее время активно обсуждают в социальных сетях. Моя коллега подробнее. В период мандемии некоторые лечебницы области перепрофилировали в инфекционные стационары. Во время первой волны распространения коронавируса сюда поступало в 100 человек в сутки. Заполняемость стационаров составляла 90%. Сегодня же при коечном фонде 1180 коек суточный уровень госпитализации не превышает 18 пациентов, а занятость коек составляет 17%. Первая городская больница – одна из медучреждений, куда доставляли тяжелобольных. Сегодня здесь также оказывают помощь, но число пациентов значительно сократилось. И стал вопрос о закрытии инфекционного стационара. Это станет возможным после того, как выпишут последнего больного. На данный момент заполняемость инфекционных коек больницы составляет 10%. При наличии 180 коек лечения проходят всего 18 пациентов. Эта ситуация, она, конечно, хороша для города и области, но не совсем хороша для организации. Потому что у нас в лечении этих больных задействовано большое количество персоналов. Так у нас задействовано 18 врачей, 51 медицинская сестра и 44 санитарки. Они просто не могут работать, обеспечивая уходом и наблюдением 18 человек, четверо из которых реанимации. Поэтому, если дальше будет ситуация складываться подобным образом, мы вынуждены будем пойти на сокращение ставок и отправку в неоплачиваемый трудовой отпуск порядка 30% персонала. Рассказали на пресс-конференции и об объединении кардиохирургического отделения и отделения сосудистой хирургии. Провели анализ работы кардиохирургического отделения за три года. Сейчас я вам наглядно покажу. В 2018-19 годах было 15 коек, на 20-й осталось 12. Количество пролеченных больных ежегодно прогрессивно снижается. В 2018-й год 184, в 2019-й 192, в 2020-й 139. Работа койки 201, 203, 186. Чтобы вы понимали, нормальная работа койки для отделения 340, то есть почти в два раза ниже нормы. Очень характерный у нас есть показатель такой, как простой койки. Он показывает, сколько фактически койка не работает. И здесь очень наглядно видно, что из 12 койк почти половина, 5,4 простаивают. Наблюдали ситуации, когда в отделениях не было больных вообще. И тогда нам приходилось отправлять посрочные отпуска сотрудников, что, естественно, вызывало определенный негатив. По словам Юрия Белонога, объединение отделений не скажется на оказываемой помощи. Останутся прежними и медицинские кадры. Немало вопросов на пресс-конференции прозвучало и к руководителю областного управления здравоохранения по факту гибели двух тяжелобольных женщин при перевозке их из Кызылжарской районной больницы в областной центр. Как отметил заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов, были нарушены правила транспортировки, что привело к смерти пациента. Создана специальная комиссия, которая разбирается в этих двух случаях. Анастасия Дроняк, Анатолий Белоног, Служба новостей. В Петропавловске будут проводиться обучающие онлайн-курсы по изучению казахского языка. Еженедельно со 2 марта два раза в неделю во вторник и четверг на сайте Акимата города будут размещаться видеоуроки на различные темы. Главная цель такого обучения – развитие языкового навыка у лиц, не владеющих казахским языком. На первом этапе подготовят 24 видеоурока. Если они будут востребованы, то видеообучение будет продолжено. Занятия проходят с участием преподавателя казахского языка и литературы Назарбаев интеллектуальной школы. Всего же на реализацию государственной языковой политики в текущем году планируется направить 2 миллиона 800 тысяч тенге. При мониторинге социальных сетей я наблюдала где-то высказывание населения о том, что хотели бы в онлайн-формате более удобно изучать казахский язык. Поэтому была предложена эта мысль и разработан подробный план с преподавателями, то есть там соблюдая все стандарты обучения. Основная цель – это увеличить словарный запас, научить тех наших граждан, у кого нет возможности приходить посещать уроки. То есть независимо от местонахождения, любой житель нашего города может зайти, просмотреть в любое время дня и необходимую для себя тематику подтянуть, изучить. На дороге транзитного коридора Щучинск-Кокшетау-Петропавловск планируется возведение нового вантового моста. Данный проект позволит улучшить паводковую ситуацию в областном центре, а также станет крупнейшим объектом северного региона. Также будет произведена реконструкция дороги района Речпорта. Так планируется повышение уровня дорожных отметок на 2 метра. Установка откосной части реализуется из монолитного бетона. На участке будет установлено освещение, ограждение, тротуары и велодорожка. Таким образом, из 8 километров дороги реконструкция затронет около 7. Сумма проекта составляет 18 миллиардов тенге. Срок строительства – 25 месяцев. Данная дорога также служит обеспечивать проезд по территории города Петропавловска. В данном проекте предусмотрено строительство Вантового моста первой технической категории через реку Ишим. Участок у нас 8 километров. Из них мостовое сооружение, Вантовый мост, длина у него 350 метров. Общая ширина порядка 30 метров. С нулевого до третьего километра у нас планируется первая техническая категория. Это получается 4 полосы в направлении, в одном направлении 2 полосы, в другом 2. Мысли великих людей, отрывки из произведений расхватывают на цитаты. Со временем такие высказывания становятся крылатыми выражениями. Модельер из Петропавловска Зарина Черняева создала коллекцию одежды с цитатами казахских поэтов. Своей разработкой дизайнер хочет привлечь внимание молодежи к отечественной литературе. Худший человек из числа людей – это человек без стремлений. В каждой фразе великого Абая глубокая мысль. Его слова служат назиданием и в современном мире. И такие проникновенные фразы есть у всех казахстанских поэтов. Своя коллекция Зарина Черняева решила привлечь внимание молодежи к чтению и литературе. Я хочу популяризировать наших поэтов, чтобы люди, видя эти толстовки, могли набрать в интернете и посмотреть, кто это, что это за писатель, что он написал, какие у него есть произведения. И тем самым будет популяризация наших поэтов. Толстовки выполнены из хорошей ткани. Все сшито лично модельером. Для надписи использована термопечать. Она устойчива к любой температуре, стирке и влаге. Цитаты известных людей теперь можно прочитать не только в статусе Инстаграма, но и на модных худи. Воплотить идею в реальность Зарине Черняевой помогла материальная поддержка инвестора. Наша компания занимается производством и продажей элеваторного оборудования, также строительством зернофиксительных комплексов и зерноангаров. Помимо этого у нас есть инвестиционный проект для привлечения средств в действующий бизнес, а также для поддержания новых идей у стартап-проектов. Пока спортивных кофт с цитатами поэтов в наличии порядка 10 штук. После их реализации модельер создаст новые изделия с крылатыми фразами наших земляков. Наталья Итова, Анатолий Белонок, Служба новостей. Это вся информация к этому часу. Далее погода. Увидимся в 17 часов 30 минут. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok